Приветствую вас! В отличие от своих коллег, я не буду столь категорично высказываться относительно того, что ваша подруга обязательно как-то вас унижает или самодвиждается за ваш счет. То есть давайте сразу определимся, что факт того, что она это делает, безусловно есть в той части, когда она на людях вас предает и прикалывается над вами, как вы говорите. Но вполне возможно, что к другому дружить человек не может. Вполне возможно, что есть вот такие люди, которые кроме как подкалывают человека, кроме как прикалываются над ним, ну вообще говоря, не могут по-другому они даже дружить. Ну, бывают такие люди. И, наверное, изменить таких людей, поменять их действительно нельзя. Ровным счетом, как и то, что, например, рваться с таким человеком отношению, ну, мягко говоря, знаете как, не бессмысленно, конечно, но ничего не изменит. То есть это не сделает счастливее вас, это не сделает счастливее вашу подругу, там, что она как вела себя, так и будет вести просто в силу вот своего характера, в силу черт своего характера. И нужно сказать, наверное, отдельно, что подругу вам не передел. Это, в принципе, вам и так, я надеюсь, понятно. Плохо другое, что вот она ведет себя определенным образом, она ведет с вами, вот, она, значит, сравнивает вас с собой, говорит, мол, я могу себе позволить что-то, вы не можете. И по ее мнению, это делает вас хуже, хотя в действительности понятно, что ничего плохого в этом абсолютно нет. Но она, тем не менее, тем не менее, это делает, если она себя так ведет. Так вот, проблема заключается в чем? В том же, что то, как она ведет себя, вам не исправит. Но, вы можете снять определенную зависимость от нее. То есть, вообще говоря, вы пишете, что у вас совершенно, совсем нет подруг. Вы говорите, подруг у меня в основном нет. И возникает сразу к вам вопрос. А почему у вас нет подруг? А с чем связано то, что у вас нет в основном подруг? Ведь это же не совсем нормально. Я надеюсь, вы с этим согласитесь, что данный момент не совсем нормальный. Значит, что-то вам мешает, например, друзей, что-то вам мешает заводить друзей, что-то вам мешает вступать в контакт с людьми, ну и так далее. Так вот, соответственно, это и нужно выяснять. Почему, например, у вас подруга одна? Только одна подруга. Почему у вас нет еще других подруг, например? И вот когда и если это будет выяснено, тогда и если вы сможете адекватно оценивать свои возможности по налаживанию связей с людьми более прочным связям, я бы так сказал, тогда вы сами сможете выбирать себе друзей. Это не значит, что вы тут же поссоритесь с подругой и выкинете ее из своей жизни. Нет, совершенно это не означает. Но вы покажете своей подруге, во-первых, что вы не собираетесь терпить от нее все ее выходки, и вы не собираетесь вечно ее терпеть, и так далее, и так далее. То есть у вас есть свои интересы, условно говоря. И если у вас появятся другие люди, то вы самое, что главное, вас будет с чем сравнить. То есть вы сможете увидеть, что значит другое общение людей. Но естественно, естественно, для этого вам нужно, ну вот, сделать, так сказать, для этого вам нужно осуществить некоторые властные моменты. И один из самых важных моментов заключается именно в том, как раз, что, чтобы вы, как бы, боролись с собственной неуверенностью в себе, чтобы вы стремились ее убрать. Она вам мешает. Итак, еще раз то, что хотел бы я вам сказать. Значит, смотрите. То, что подруга сравнивает вас с собой, это ее проблема, это ее отношение к вам, этого вы не поменяете. То, что у вас нет подруги, это большая проблема больше, и с ней надо разбираться, почему, как, откуда такое поведение, каковы его причины и так далее. Далее. То, что подруга становится другой компанией, говорит о том, что она хочет казаться на другой широкому кругу людей и отчастно следить за вас. То есть, если бы она вела себя с вами так же в компании, как она ведет себя с вами наедине, ей было бы стыдно. Закрывает вопрос, почему. С одной стороны, это ее проблема. Она вас стыдится, потому что, ну, как бы сказал, стыдящий человек не общается с ней. Значит, она вас использует в некоторой степени. И здесь я согласен со своими коллегами. Но, с другой стороны, отчасти это и ваша ответственность, потому что вы сами способствуете такому отношению к себе. Соответственно, вопрос, в чем, почему и как, что вами движет. И тогда, отвечая на ваш последний вопрос, как же поступить с подругой, хочется сказать следующее. Резких движений, решений относительно нее предпринимать не стоит. Ни одно из этих решений не даст вам улучшение вашей ситуации. Напротив, сейчас какое-то общение, хоть какое-то общение с подругой у вас есть, какой-то контакт с человеком у вас точно есть, и, наверное, для вас будет лучше, если вы не будете его терять. Но, оставлять ситуацию с субъективной стороны, то есть, оставлять ситуацию с вашей точки зрения, с вашей стороны, так, как она и сейчас, нельзя. Потому что улучшаться она не будет. И вам необходимо понять, почему вы не уверены в себе, вам необходимо понять, почему вы терпите все это по-друге, вам необходимо понять, почему у вас нет других друзей. И вот в этом направлении работают. когда вы изменитесь, когда вы станете более уверены в себе, когда вы будете общаться с другими людьми, когда у вас спадет та зависимость от подруги, которая есть сейчас, на данный момент, а зависимость, она есть наверняка, потому что она у вас одна, эта подруга. И вы ей явно дорожите. И, соответственно, когда спадет ваша на зависимость от нее, то есть, будут удовлетворяться ваши остальные потребности, другие потребности, вот тогда вы на нее посмотрите уже другими глазами. И тогда решите. Но странно вам или нет. К тому моменту, когда вы это решите, ну, либо подруга увидит, что вы изменились и больше не позволяете, больше нельзя использовать вас в том качестве, в каком она использует сейчас. И, соответственно, либо ваши пути разойдутся тогда, либо она смирится с тем, что вы стали другой и примет вас. Либо вы сами решите, что она вам не нужна. Это и будет тем конечным результатом вашей деятельности, которую я вам предлагаю организовать. То есть, большому счету, это налаживание вашей более интенсивной социальной активности. Вот, собственно, такую рекомендацию вам можно дать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!